Сегодня в Самаре с 5 утра открыли движение трамваев по улице Антонова Овсеенко от улицы Авроры до 22-го портсъезда в оба направления. Об этом сообщили в Департаменте транспорта. С 31 июля по 13 августа на нескольких улицах Самары не будет горячей воды из-за ремонта 4-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Воду отключат в зданиях и жилых домах в границах улиц Земица, Литвинова, Магистральная, Товарная, Землянский проезд, Зубчининовское шоссе. Вода в Волге в районе Самары прогрелась до 22 градусов. У берегов Тольятти Волжская вода тоже 22 градуса, а в Сызрани – 21. В Малых реках области температура воды от 18 до 24 градусов. Самарский центр временного размещения «Старт» посетили уполномоченные по правам человека в России Татьяна Москалькова, региональный омбудсмен Ольга Гольцова, глава города Елена Лапушкина, глава Октябрьского района Сергей Радько и депутаты. В ПВР находится 93 человека, в их числе 15 пенсионеров, которые рассказали о проблеме перерасчета пенсионных выплат. Им обещали помочь с решением всех вопросов. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев тоже встретился с Татьяной Москальковой, уполномоченным по правам человека в России. Они обсудили работу медицинских и социальных учреждений. Омбудсмен подчеркнула, что с приходом Вячеслава Федорищева обращений стало гораздо меньше. Таких результатов удалось добиться благодаря введению главой региона открытых форматов работы с людьми. В поезде «Казан-Адлер», который сошел с рельсов Волгоградской области после столкновения с КАМАЗом, находились жители Самарской области. Скорую медицинскую помощь оказали троим из них. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Он заверил, что ситуация находится под контролем. В Самарской области временно ограничат движение автомобилей через железнодорожный переезд 1065-й километр. Это связано с проведением ремонтных работ на участке Кенель-Безенчук. Водителей просят планировать поездки заранее и использовать объездные пути. Россия нам рассказали, что делать, если нашли клад на своем участке. Первым делом нужно сообщить о ценной находке в местные органы власти или в подразделении Минкульта. В противном случае это может привести к административной или даже уголовной ответственности. Если найденные предметы имеют историческую, культурную или археологическую ценность, они могут рассматриваться как культурное наследие и подлежат передаче государству. Нашедшие получат 50% от их стоимости. Редактор субтитров А.Семкин